Испорченный аппетит. Все больше жители Шимкента жалуются на то, что разрезая спелую и сочную дыню, можно натолкнуться на живых насекомых. Карантинный вредитель дынная муха, который поражает дынь и арбузы, выявлен уже в восьми районах Южно-Казахстанской области, где выращивают бахчевые. Как определить на глаз зараженный арбуз, расскажет Александра Ким. Откупленной на рынке спелой ароматной дыней Мгуженат Мухан пришлось отказаться. Южный плод оказался с неприятным сюрпризом. Разрезав его, девушка обнаружила летающих мух, а среди семян множество личинок. Сегодня купила дыню, разрезала, а там много насекомых увидела, и личинок прям кишат, испугалась. Все-таки лето, хочется дыни, арбузы, теперь не знаю, как выбрать. Продавец бахчевых с 25-летним стажем Хасан Байдулаев личинкам уже не удивляется. Он говорит, что так называемая дынная муха встречается и в арбузах. 72-летний торговец советует покупателям внимательно осматривать плоды перед покупкой. Определить зараженные дыни можно по небольшим отверстиям или пятнам. Насекомые протыкают кожуру плода и откладывают личинки прямо в мякоти. Мы знаем, что там черви, вот так посмотрим, ну тогда там дырочки есть, как иголками, вот так количь, когда укол делаешь, вот такой, если что-то есть, мы этого не выбираем. Арбузы тоже там чуть-чуть, можно заметить, вот так, как иголками так приколыть, там, значит, это не целый. Ну, целый-то целый, но уже больной арбуз считается. Дынная муха – карантинный вредитель, паразитирующий в плодах семейства тыквенных. Широко распространен в Средиземноморье на Кавказе и Азии, в том числе и в Казахстане. Однако местные бахчеводы уверяют, что еще пять лет назад об этих насекомых даже представления не имели. Есть версия, что их завезли с плодами из Каракалпакистана. Одна самка мухи откладывает до 120 яиц. Насекомые очень прожорливые. Есть такую дыню опасно, ими не рекомендуется скармливать даже скотину. Выявить зараженные плоды на ранних стадиях очень сложно, рассказывают специалисты, потому что спелые и здоровые дыни и арбузы поражаются изнутри. Места проколов мякоти могут служить средой для развития вирусных и грибковых заболеваний. По области мы химическую обработку проводим в восьми районах. С республиканского бюджета в нашей области было выделено препарат «Кардинал». Для обработки на площади 6026 гектаров. На данный момент первое поколение мы обработали уже. Мы делаем на два поколения химическую обработку. Пока южноказахстанские бахчеводы ведут борьбу с этой напастью, фитосанитарные врачи стараются не допустить появления у нас и других вредителей. Так почти 20 тонн испанских персиков не пропустили через границу, после того, как в спелых плодах обнаружили уже другого вредителя – средиземноморскую плодовую муху.